Коллеги, добрый день. Начинаем передачу «Рынок. Середина дня». Сегодня с нами Саймон Брагинский, трейдер на американском рынке. Саймон, добрый день. Добрый день, Игорь, добрый день слушателям. Рад вас всех видеть после двухнедельного отсутствия, поэтому я с новыми силами вступаю в работу. Вчера первый день торговал, рынок не очень хороший, поэтому я сегодняшний эфир хочу посвятить рассказу о своей программе обучения и почему нужно обучаться у меня и к чему эта программа обучения вас приведет. Значит, несколько слов о себе, кто не знает, кто может не смотрел мои выступления на роликах в Ютубе, в Смарт-лабе. Значит, чем я отличаюсь от других людей? Тут много злопыхателей, много людей, которые пытаются как-то принизить человека, принизить его достоинство. Ну, как бы это всегда понятно, особенно в России, в которой, ну, люди достаточно злобны, в отличие от Европы, в отличие от Америки, где люди более доброжелательные. А поэтому я хочу, чтобы не было никаких кривотолков, рассказать о себе, почему нужно обучаться у меня и что программа обучения моя из себя представляет и к чему она вас приведет. Значит, я профессионал с 20-летним опытом работы на рынке. Я на рынок пришел в 94-м году после окончания программы MBA Колумбийского университета. Игорь, не даст соврать, Колумбийский университет является одной из ведущих в топ-10, а Вай Велика в Лиге Плюща в топ-10, а образование там дается, ну, входит десятка университетов, и образование на тот момент, когда я обучался, стоило 160 тысяч. Вот за два года я заплатил, взял ссуду, лон, то есть это деньги, которые я потратил на свое образование, на свое совершенствование. Мое образование позволило мне по окончанию получить работу в одном из таких инновационных фондов по управлению капиталом, пенсионных фондов. Компания называется Jacob's Levy Equity Management, она по сей день существует, и у нее в управлении сейчас 20 с лишним миллиардов долларов. Эта работа позволила мне человеку, придя только с академическими знаниями, не имея никакого практического опыта, фактически начав с нуля, познать рынок в полном его объеме, поскольку я увидел, как анализируются акции, как они выбираются, как акции двигаются, как они реагируют на новости. И я, по сути, приобрел колоссальный опыт, поскольку каждый день я мониторил сотни, скажем так, акций, они отложились у меня в памяти, многие сценарии, многие паттерны, они по сей день у меня в памяти. Я проторговал, как я уже писал и в Smart Lab, и в своих публикациях, проторговал сотни квартальных отчетов, и, по сути, вот я уже как запрограммированный алгоритм, вот я знаю, то есть, если чуть-чуть освежит память, можно сказать, какова реакция какой-то акции будет на квартальный отчет. Значит, в дальнейшем, когда я ушел из этой компании, это было в 99-м году, это как раз совпало с началом дейтрейдинга, и я фактически стоял у истоков дейтрейдинга. У меня опыт, как таковой в рынке, я уже сказал, 20 лет, опыт же в дейтрейдинге с 99-го по сейчас, фактически 16 лет опыта в дейтрейдинге. И у меня также колоссальный опыт подготовки, поскольку с 2005 года, я как бы уже говорил об этом, я был в компании SDG, и я за это время подготовил сотни успешных трейдеров, люди прошли мое обучение, по сей день в этой компании записи с моими лекциями, многие люди по сей день по ним учатся. В компании SDG сейчас работают сотни, там несколько сотен успешных трейдеров, некоторые трейдера ушли на вольные хлеба и торгуют самостоятельно, поэтому все эти люди, которые прошли мое обучение, я им смог передать свой опыт, весь свой багаж знаний. Единственное, что я не смог им передать, я не смогу вам передать, это свою интуицию. Интуиция, это приходит, конечно, с годами, но тем не менее, того багажа, который я даю, его вполне достаточно, чтобы люди, которые не зарабатывали денег, они начинают зарабатывать деньги, а те, которые никогда не торговали, им даже легче, они сразу же получают правильную базу, минуя всякие неквалифицированные варианты обучения, они сразу же получают правильные знания и с этими знаниями выходят на рынок. Я помимо дейтрейдинга, которым я занимался с 2005 года обучением и сам занимался дейтрейдингом, в какой-то момент, особенно после кризиса 2008 года, я осознал, что среднесрочный трейдинг более перспективен, не требует таких больших нервов, не требует приковки взгляда к монитору, то есть он с точки зрения стресса более легок и более предсказуем, поскольку, допустим, в коротком интервале акция может пойти против вас, заставить вас ментально выйти, заставить вас выйти из нее, когда вы не сможете пересидеть какое-то движение против себя. Когда же вы торгуете средний срок, вы даете себе какое-то время, вы даете себе какие-то большие риски и, соответственно, такие трейды отрабатывают вашу сторону лучше. Сейчас вот тоже много людей, которые в свое время прошли у меня обучение, они перешли на среднесрочный трейдинг и они снова вернулись ко мне, чтобы пройти мой курс, задать мне какие-то вопросы по среднесрочному трейдингу, поскольку в этом я еще более специализируюсь, потому что, когда я вам уже говорил, когда я работал в фонде, это, по сути, были среднесрочные инвестиции и долгосрочные инвестиции, и я как бы знаю, что, чего можно от акции ожидать. Значит, зачем мне вот нужно это обучение, если кто-то из вас думает, что я хочу просто вот собрать какие-то деньги, то есть некоторые об Александре Герчике тоже самое пишут, что человек околорыночный, я вам хочу сказать, что я околорыночным никогда не был, поскольку я провожу по 6-7 часов в день, торгуя акции, как бы также выбирая акции на средний срок, на долгосрок, проводя всевозможные исследования, также я хочу написать, вот сейчас работаю над книгой о психологии трейдинга и обучение людей, их дальнейшие успехи, вот, допустим, статистика этих людей, и прошедших мое обучение для меня тоже интересно, и я хочу эту статистику в дальнейшем включить в свою книгу, то есть мне бы хотелось, чтобы, допустим, чем больше людей я обучу, мне бы хотелось, чтобы больший процент этих людей начало зарабатывать деньги. Как бы мне это не то, что, как бы, ну, допустим, как над подобными кроликами интересно, а мне на самом деле по-человечески будет приятно, по-человечески будет, я буду доволен, если я буду знать, когда кто-то из моих учеников хорошо зарабатывает и поблагодарит меня, как вот есть некоторые люди, которые прошли, по сути, ну, вот, процентов 90 людей, которых я в этом году обучил, эти люди вышли на прибыльность, они подошли к рынку с другой стороны, они как-то переменили свой подход, и эти люди начинают зарабатывать деньги, они меня благодарят, они пишут, советуются, хотят какие-то в дальнейшем пройти, дальнейшее обучение, то есть нужно больше доверять, больше воспринимать с позитивом и больше верить профессионалам, поскольку, понимаете, если вы откроете там смарт-лаб, откроете какие-то другие ресурсы, куча людей, которые вам предлагают обучение, но, допустим, как я уже вот приводил такое сравнение, вот если вы хотите сделать операцию, пойдете ли вы к профессору, у которого, допустим, есть 15-летний опыт, или вы пойдете к человеку, который 3 года назад закончил ординатуру и там практиковался там на кошечках, к кому вы пойдете? Скорее всего, пойдете к профессору, потому что вы доверяете свое здоровье, вы доверяете себя этому человеку, так же и с финансами, вы не хотите доверять, допустим, свои деньги, если вы, допустим, как я уже говорил, вот я хотел запустить проект по такому публичному фонду, где вот я бы вот совместно с порталом Игоря Ватсуздальцева, чтобы мы вместе управляли этими деньгами, ну, публичный фонд, куда я положу свои деньги, где все сделки будут обсуждаться, то есть хотелось сделать такой вот вариант фонда, где коллективное инвестирование, когда люди смогут видеть, все будет прозрачно, все будет чисто, все будет видно, и как бы никакого обмана, даже об этом и речи нету, то есть можете об этом не думать. Значит, и по поводу обучения, то есть поэтому нужно доверять свое время, деньги, которые вы платите за обучение, нужно доверять и тратить свое время на тех людей, которые действительно могут вам дать правильные знания, которые помогут вам в дальнейшем заработать деньги. Значит, сейчас я хочу перейти к программе своего обучения, она у меня в Word, сейчас попытаюсь вывести ее на экран, Игорь, скажите мне, пожалуйста, если будет видно, значит, я включаю демонстрацию рабочего стола, начать демонстрацию. Я верю, что все должно получиться. А видите вы программу обучения или нет? Пока еще нет, у нас еще есть несколько секунд, я надеюсь, что она сейчас добежит. Я просто не знаю, допустим, понимаете, у меня оно как бы выводится с бара, с нижнего, поэтому я не знаю, как вот ее вот вывести, эту программу. Или я просто... А? Вы нажали, посрединке экрана цокнули, и синеньким стало, да? И вы нажали, посрединка, вы нажали, начать демонстрацию, правильно? Да, вот сейчас видно или нет? Сейчас видно, да, хорошо. Программа обучения, да? Да, да, хорошо видно, ага. Значит, как вы прекрасно понимаете, дорогие слушатели, что, допустим, я вам не могу дать месячную программу обучения, поскольку месячная программа, это уже своего рода университетская программа, в которой как бы, ну, будет много воды, я, как бы, свою программу, как бы, меняю, я ее корректирую с учетом успехов, с учетом, как бы, каких-то изменений в рынке, то есть она никогда не бывает постоянная. Эта программа проходит какие-то коррекции, и она улучшается, ну, с каждым днем, поскольку я пытаюсь добавить туда вещи, которые, я считаю, могут быть слушателям полезны, и которые могут им помочь в дальнейшем. Значит, как я уже говорил, не помню, все ли это слышали или нет, программа рассчитана на 6 дней. Скажем, по цене, как я уже говорил, мое индивидуальное обучение стоит 500 долларов, оно стоит не 400, не 300, не 200, а 500, поскольку я, если занимаюсь человеком индивидуально, я трачу свое собственное время, и, как бы, мое время, я считаю, достаточно дорого стоит, поскольку, вот еще я вам хотел напомнить, что, вот, поскольку важно доверять свое обучение профессионалам, я полностью лицензирован, у меня есть даже лицензия американская, это из Sirius 24, которая позволяет мне, разрешает мне в Америке заниматься обучением. Когда я находился в Америке в свободное время, в 2000-е годы, в начале 2000-х годов, я занимался подготовкой к сдаче на Sirius 7, на брокерскую лицензию, такую самую главную, которая давала в Америке право работать в day trading, и без нее в Америке никто деньги не дает, поэтому это было обязательным условием для начала работы, и я готовил людей к этой лицензии, я брал 100 долларов в час, поэтому мое время, как бы, достаточно дорого ценится, и все люди, кто, в принципе, проходили мое обучение, подготовки к этой сдаче на лицензию, все эти люди сдавались с первого раза, поэтому, как бы, ко мне шли, и это пользовалось достаточно успехом, моя подготовка, поэтому у меня есть опыт подготовки людей именно в этой сфере, у меня есть, как бы, лицензия на это, поскольку ни один другой человек, я уверен, кто предлагает свое обучение, там, на портале Smart Lab или где-то еще, у него даже никакой лицензии нет, ни брокерской, ни финансовой, которая не разрешает ему не торговать, не разрешает ему, ну, не обучает, то есть у меня есть все лицензии, которые разрешают, нет, то есть я, как бы, говорит это о том, что я квалифицированный для этого человек, плюс у меня, как я уже упомянул, есть 30-летний опыт. Давайте пройдемся по программе обучения. Значит, эта программа включает, как, базовые вещи, которые, как бы, предназначены для людей, которые, допустим, приходят с Форекса или приходят с российского рынка, которые хотят, вот, торговать на американском рынке. Еще раз, допустим, если вопрос, почему, допустим, торговать на американском рынке? Американский рынок, он дает гораздо больше возможностей, чем Форекс. Допустим, Форекс, там, ну, 50 валютных пар, там, допустим, многие из людей там смотрят на 4-5 валютных пар, а на Нью-Йоркском же рынке, на фондовой бирже в Америке более, там, 10 тысяч акций. Каждая акция, это, по сути дела, пара. И, допустим, если пара стоит у вас в ренде и никуда не идет, вы в ней ничего не заработаете, а из 10 тысяч акций вы всегда можете найти, там, 3-4 акции, которые будут иметь диапазон 2-3 долларовых движения в день. Если у вас, там, есть капитал, и вы можете торговать, там, 100 долларовые акции выше, так у них такой диапазон движения есть каждый день, поэтому, как бы, есть с чего плясать. Для российского же рынка тоже, как бы, американский рынок является хорошей альтернативой, поскольку больше прозрачности, больше акций, которые торгуются, больше, допустим, новостей, которые выходят каждый день по акциям, по акциям, по рынку в целом. То есть рынок представляет собой более динамичное такое, скажем, целое, которое вот дает больше возможностей для заработка. Поэтому американский рынок, на нем торгуют все, на нем торгуют европейцы, на нем торгуют много россиян, которые убедились в том, что на нем можно больше зарабатывать. Поэтому вот такое маленькое отступление, почему американский рынок. Значит, как я уже сказал, вот я рассказываю о финансовых инструментах, я рассказываю о эволюции рынка, я рассказываю о эволюции дейтрейдинга, как изменилось, с чего все начиналось. Я даю подробные характеристики к финансовым инструментам, игрокам на рынке. Это как бы для начинающих, которые входят в рынок, а только входят, для которых много является новым. Я даю как бы также информацию по IPO, процесс выхода IPO на рынок, как выбирать IPO для торговли, какие IPO торговать, какие не торговать. Также об инвестиционном обэнклинге, говорю о самом процессе, насколько это глубокий процесс IPO и вот насколько он сейчас интересен, поскольку каждую неделю выходит достаточно большое количество IPO, как их выбирать, как вот такие акции торговать. То есть это тоже одна из частей торговли. Также вот один из важных таких сегментов моего обучения – это чтение новостей и их интерпретация, поскольку это, по сути, то одна из таких ключевых вещей, которая дает возможность мне зарабатывать деньги, моим ученикам. Если вы можете правильно интерпретировать новости и увидеть, допустим, ну читать не то, что, скажем так, досконально, а читать подстрочную. Например, если видите, вышла какая-то хорошая новость какой-то акции, вы знаете, что эта новость отразится на какой-то другой акции, и вы можете как бы зайти уже в ту другую акцию, потому что в первую акцию уже ловить нечего, поскольку если новость вышла, то она уже, открытие цены этой акции отображает всю эту новость в целом. Значит, также я учу стратегии. Я также провожу, у меня целый сегмент отдельный день, посвящен техническому анализу. Технический фундаментальный анализ – это фактически два кита, то есть новости технических фундаментальных анализ – это три кита, на которых стоит рынок. Технический анализ я даю достаточно сжато и достаточно конструктивно. Он у меня основан вот на моей стратегии, которая основана на торговле разворотов, на торговле от пробоя, на торговле пробоя, в торговле с открытия. И там я учитываю 28-дневный moving average, а также я учитываю, ну, свечный анализ, смотрю различные свечные фигуры, которые служат сигналами для разворота. И этот курс достаточно интересен, поскольку он базируется на Оливер Велесе. Это такой достаточно известный в Америке человек. Я в свое время с ним работал. Его курс, допустим, стоит 7,5 тысяч долларов в Америке. Я как бы этот курс даю в течение одного дня, поскольку я как бы работал с ним. Он не против, что когда я этот курс даю. И, в принципе, я это даю в течение одного дня. Третий кит, я уже сказал о новостях, и третий кит – это фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ позволяет вам понять, что это за акция, какой у нее потенциал. Это в большей степени фундаментальный анализ, он важен для среднесрочных и долгосрочных инвестиций, поскольку когда вы видите, что у акции есть хороший потенциал, и вы видите, что она в течение полугода может, допустим, дать вам 20-30%, это как бы хорошая инвестиция, и фундаментальный анализ позволяет в какой-то мере эту вам задачу облегчить нахождение таких акций. Для дневной торговли тоже фундаментальный анализ важен, поскольку я не рекомендовал бы, допустим, своим ученикам, и не рекомендую торговать акции, которые находятся на грани, компании, которые находятся на грани банкротства, поскольку в таких компаниях в любой день может эта новость о банкротстве выйти, и вы потеряете все свои деньги. И, значит, помимо этого я также даю вещи, исходя из своего опыта, как бы по психологии трейдинга, поскольку психология трейдинга является достаточно важной частью, многие как бы являются сами враги самому себе, когда люди не добирают свои, допустим, с прибыльных сделок не добирают то, что можно добрать, а в убыточных сделках пересиживают лишнее. Это всегда было, есть и остается, и как бы сам человек, он как бы сам враг себе. Поэтому нужно перебороть какие-то свои инстинкты, и как бы тогда вы начнете больше зарабатывать. Ну, также я в своем курсе учу, как, например, заходить там не по 100 акций, что как оперировать своей позицией, что, допустим, это называется риск менеджмент, когда вы заходите в позицию не 100 акций, а 200 или 300, и у вас уже появляется какая-то гибкость, когда вы можете, допустим, 100 акций продать, зафиксировав какую-то там прибыль, 100 акций поставить на безубыток, а в последних 100 акциях сидеть уже на пролом до максимума, пытаясь выжать из акции максимум. Также в своих лекциях я учу, как интерпретировать ленту, как читать котировки, хотя сейчас это, конечно, все очень нивелировалось, если раньше по ленте можно было видеть реально покупателей-продавцов, то сейчас это можно видеть только по графику, по candle, по свечному графику, когда свечи у нас идут вверх, мы видим в этом покупателя, и как бы уже, как бы, лента, она не сильно значима, но как бы все равно есть какие-то вещи, которые остаются и которые, как бы, важны. В общем-то, у меня все, если есть какие-то вопросы, то я сейчас с удовольствием смотреть. Еще раз, по стоимости курс обучения я уже дал на своей странице в Facebook, я уже дал анонсацию по поводу этого курса, который будет проводиться на портале Utrade TV, и, как бы, стоимость этого курса составляет 250 долларов, и давайте уже тогда, если какие-то вопросы есть, где уже 6 человек зарегистрировалось, хотелось бы видеть, конечно, больше людей, и, как бы, я действительно обещаю, что курс будет содержательным, интересным, и что он многим из вас поможет переосмыслить рынок. Я понял. Давайте разместим здесь ссылочку на Facebook, которую здесь разместим, и мы подробно про ней поговорим. А где мы ее разместим? А вы сделайте копию, ссылочку, и в чате разместите ее ссылочку. В чате дайте. А, сейчас, тогда я сделаю. И мы ее на сайте разместим, эту же ссылочку. Вот так. И на вопрос. А люди пускай готовят пока вопросы. Да, 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 полно вопросов, конечно. Так. Откройте саму страничку, и вверху ссылочку просто, и все. А я вот сейчас прямо вот ее, я эту ссылочку, вот, вот, я ее в чате вот поставил. Да, да, вижу, вижу. Хорошо. Я тогда буду коротко озвучивать, сейчас я тоже открою ее, и потом с ней поработаю. Так, понятно, ссылочку надо было. Сейчас, коллеги, я даю точную ссылочку. А вот эту ссылочку надо было дать. Это не ивент, кричит, а само событие. Вот. Поэтому, коллеги, заходите по этой ссылочке, как раз вы увидите сам курс. Значит, 8 июня, да, с 14.00, а потом по времени как это будет? Ну, то есть, мы планируем каждый день. А. Денька по пятницу, а можно включить выходной день, то есть, в зависимости от этого. То есть, у меня будние дни свободные, ну, потому что я с 4.00, начинаю уже с 3.30, начинаю делать ресерч и начинаю торговать. И причем я хотел сказать, что как бонус к этому курсу потом будет практическое занятие, когда вот я покажу вам свою торговлю. Когда я покажу, вот, как я торгую, вот, когда квартальные отчеты идут, как я торгую. Я понял. Саймон, в 2 часа дня, каждый день получается? По сколько часов, да, получается? Угу. По 2 часа, хорошо. В общем, с понедельника по пятницу по 2 часа в день с 14.00, хорошо. Нам надо канал подготовить под это. То есть, не 2 часа, а полтора, то есть, это 2 академических часа, как я это называю. Я понял, полтора часа. 2 занятия, 6 занятий получается. Я все понял, хорошо. Значит, по цене вопроса сразу давайте уточнимся. 500 долларов. 250 долларов стоит курс. То есть, недельный курс стоит 250. Хорошо. Ясненько. Значит, коллеги, дальше идем. Как на него можно подписаться через Facebook, через страничку Facebook, на которой мы упоминаем? На которой есть? То есть, вам можно запомнить? Я напомню, что я писал, вот там, допустим, я уже писал, а многие люди регистрируются и не знают, что дальше делать. То есть, оплата должна быть получена до воскресенья, либо Western Union на Саймон Брагинский, то есть, это будет лучший вариант. А Western Union на мое имя, либо же на карточку перевод, ну, я не знаю, на американскую, на украинскую, какой будет легче, но как бы легче на Western Union, поскольку просто мое имя можно дать, и как бы я их спокойно получу, либо я буду в Америке, либо я буду на Украине, то есть, я их и там, и там получу. Ясненько. Ну, вопрос к тому, что сейчас в чате, вот есть Саймон Брагинский ссылочка, в чате можно, с вами можно будет обо всем все эти вопросы порешать, ясненько. Есть какой-то имейл, Саймон, может быть, по имейлу удобнее людям в чате? Давайте я свой имейл оставлю тоже, чтобы люди, если будут вопросы по оплате, это тоже будет хорошо. Хорошо. Вот. Мы оформим это все, на сайте тоже ссылочку сделаем на это мероприятие, на этот курс, поэтому я думаю, что это будет интересно. Ну что, остальные вопросы касаются самого рынка. Значит, я предлагаю так, может быть, сейчас тогда мы остановим эфир, а потом поговорим по рынку, чтобы вот на этой теме и точку поставить. Саймон, не возражаете? Нет, может быть, есть какие-то вопросы по обучению еще у кого-то, знаете, вот как бы по горячим следам. Вот давайте, может быть, такие есть вопросы, потом уже по рынку. Да, хорошо. Коллеги, пожалуйста, какие есть вопросы по обучению? Значит, ссылочку мы дали, имейл дали, все вопросы Саймона можно обсуждать. Сроки я озвучил всю неделю, с двух часов дня по полтора часа, но и в субботу, если там или когда-то проведем практическое занятие, я думаю, тоже это не проблема, хотя, конечно, в субботу посложнее будет, но посмотрим. Вопрос по организации. Вы сможете, да, то есть на портале мы сможем это выделить какую-то страницу или, я не знаю, как-то одну, чтобы мы это проводили, да? Да, но страницы не будет, просто я вам дам ссылочку, которую вы всем участникам зашлете, потому что туда же не всех мы приглашаем, а только... А ну хорошо, я буду как модератор просто, и все, я понял. Я, естественно, буду здесь, я же в офисе, просто у меня это другой канал, будет два канала, не проблема. Поэтому это все решаемо, это все легко. Я вам завтра все это объясню, самое главное, так сказать, если будут разлушатели, если будут участники, мы для вас это все с удовольствием организуем. Так, по времени я сказал, с двух часов каждый день с понедельника по пятницу по полтора часа, ну вроде все понятно. Цена 250 долларов. В рублевом эквиваленте принимаются? Спрашивает, а где-то я только что видел. Ну я не знаю, как, если вы в эстер-юнинном переведете в рублях, как я их получу, допустим, в Америке, правильно? В Америке же рублей нету, или, допустим, если я в Украине не буду срезать, то можно же легче, наверное, поменять, правильно? То есть какой смысл, ну... Это все просто, сам, где производится перевод, там конвертирует на месте и говорит, вносите там тысячу рублей, столько-то долларов, мы перечитаем, конвертация включена. Поэтому это все, уйдут 250 долларов, не волнуйтесь, Саймон, это все давно уже отработано. Ага, хорошо. То есть человек платит в рублях, а вам вы получаете в долларах. Конвертация на месте есть, это все нормально. Значит, спрашивают, а будут потом курсы? Потом нет, потом летом в июле Саймон в отпуске, ну а в августе уже посмотрим, как будет жизнь. То есть это будет первый, как бы, пробный курс, вот мне бы хотелось увидеть позитивизм людей, прошедших этот курс. Я еще хочу обратить внимание, что в дальнейшем я оказываю сопровождение, допустим, я помогаю вам открыть счет в компании, допустим, SDG, вот, которая является основной такой компанией, она достаточно широко представлена по СНГ, или United Traders, это в России московская компания, вы можете открыть счет, это уже вам решать, где вы хотите открыть счет. И в дальнейшем, допустим, я оказываю месячное сопровождение людям, прошедшим курс. И также у меня потом есть платная рассылка. Вот многие люди, которые прошли мой курс, они, вот, допустим, подписаны на мою рассылку, которая первый месяц бесплатна, а потом уже платна, и она дает возможность увидеть вот все акции, то есть сконцентрироваться на тех основных акциях, в которых будет какое-то движение. Ясненько. Коллеги, я думаю, что давайте мы на этом приостановим, потому что все основное понятно. Дальше уже идут конкретные вопросы. Вот Юрий спрашивает на карту банковскую, как можно оплату произвести и так далее. Я думаю, что все эти детали уже лучше через e-mail, через Facebook, уже с Саймоном вы в частном порядке проговорите. Ну, а на этом тогда мы эфир, посвященный обучению Саймона Бродински на следующей неделе завершаем. Саймон, спасибо большое. Вопросы по рынку теперь, да?